Добрый день, друзья! Меня зовут Сергей, сегодня 3 июня, и мы вместе с вами находимся в Воронежской области, в Рамонском районе, на нашей площадке Центра Экспертиз, где заложено очень много интересных опытов на кукурузе, и сейчас я хотел бы показать вам один из них. Как вы знаете, в этом году ситуация весной была достаточно прохладная, местами были заморозки, в том числе и по всходам культуры, и очень много возникает вопросов, а насколько вредны заморозки для кукурузы? Давайте вместе с вами разберемся. Точка роста у кукурузы до фазы пятого листа находится под поверхностью почвы. Повредить ее заморозком достаточно сложно, я не говорю, что это не бывает, это возможно, но очень сложно. Необходимо, чтобы сложились отрицательные температуры минус 2 и минус 3 на протяжении нескольких часов ночью, и тогда точка роста может повредиться. Но в любом случае, когда мы вместе с вами приходим на поле и видим, что растения кукурузы повреждены заморозками, нам стоит сразу обратить внимание на фазу развития. Если до пяти листов, как правило, вы можете полностью потерять весь листовой аппарат, но в дальнейшем кукуруза начнет отрастать. Сейчас я покажу вам то, как мы закладывали опыт, как мы полностью уничтожали вегетативную массу. Мы уничтожили всю надземную часть кукурузы 30 мая. Сейчас, спустя четверо суток, картина уже совершенно другая. Смотрите, в прогрессе этот опыт, как он закладывался, как в дальнейшем развивалась кукуруза. И давайте посмотрим, что происходит с кукурузой сейчас, спустя 4 дня. Вы видите, что кукуруза полностью отошла. Дальше продолжает развивать листовый аппарат. Те листья, которые были повреждены, они отрастают. Если вы пришли на свое поле, увидели сильное повреждение заморозками, понятно, что душа агронома волнуется за каждое поле, как за собственного ребенка. Вам необходимо сделать небольшой осмотр. Для этого вам понадобится лопаткой, нож, выкопать растение кукурузы, разрезать и посмотреть. И сделать это в нескольких частях поля, чтобы оценить полную ситуацию. Если точка роста жива, имеет нормальный цвет, нормальный запах, свежескошенные травы, то все хорошо. Если вы видите потемнение или гнилостный запах, то тогда, к сожалению, растение погибло. И, пожалуйста, не спешите принимать поспешных решений о пересеве. Да, как вы видите, ситуация была страшной, но спустя 4 дня поле полностью преобразилось. У меня все, спасибо.